Белоруссия Некоторые друзья спрашивают меня о Белоруссии. Что будет в Белоруссии? Потому что батька Лукашенко пошел как бы, как бы, вопреки воле всего мирового правительства. Он и еще ряд других, Швеция, отказалась от того, чтобы объявить у себя в стране коронавирус. Туркмения также отказалась. Ряд еще государств, которые отказались подчиняться вот этой общей деменции пандемии мозга, чтобы не вводить в панику свой народ. И на днях он выступал по телевидению и сказал, что Россию охватил психоз. Не знаю, будут ли они проводить мероприятия по поводу 9 мая. Президент Белоруссии также отметил, что в этом году 75-летие победы во Второй мировой войне. И у него намечены в Белоруссии свои мероприятия. А он президент страны. Он должен быть со своим народом. И во что это может вылиться, я сейчас вам скажу в конце ролика. А сейчас пока хочу рассказать о том, что Лукашенко назвал головотяпством закрытия России границы с Белоруссией. В конце прошлой недели закрыть границу с Белоруссией из-за пандемии распорядился глава российского Кабмина. По мнению Лукашенко, в Белоруссии ситуация с пандемией куда лучше, чем в России. Поэтому это решение было нелогичным, как считает Лукашенко. Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью между государственной телерадиокомпанией «Мир», комментируя решение Москвы закрыть границу с Белоруссией, заявил, что российским властям до его принятия нужно было сперва посоветоваться с Минском и предупредить о готовящихся мерах. Выдержки из интервью опубликованы на сайте белорусского лидера. «Я понимаю», – сказал батька Лукашенко, – «я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры, но логики ведь не было тогда», – сказал президент. Он добавил, что на тот момент ситуация с пандемией в Белоруссии была значительно лучше, чем в России. И здесь Лукашенко беспокоится об эмиссии рубля и вообще о валюте. По словам Лукашенко, его в этом вопросе больше беспокоит тем и того, где будет территориально располагаться эмиссионный центр и кто им будет управлять. «Это будет на равных или, поскольку Россия большая, она будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединился?» – задается он вопросом. Да, к этому готовятся. Готовятся на самом деле к тому, чтобы подмять все-таки Белоруссию под себя. Иначе, ну, в общем, лучше распоряжаться большой страной и продавать, чем более маленькой. Все-таки кусок Белоруссии для Кремля – это довольно большой кусок, которым можно торговать, который можно продать и, в общем-то, массу провести мероприятий по продаже и реализации возможностей. Своих, конечно, финансовых возможностей чиновников московского менталитета. И также в своем выступлении Лукашенко сказал, что Белоруссия уже проходила подобный сценарий в первые годы после распада СССР. Нас просто выкинули из рублевой зоны. И в конце концов мы остались с советскими рублями. Они – Россия, то есть ввели российский рубль, а мы потом рисовали зайчики. Я не хочу это повторять, сказал Лукашенко. Но он, конечно, прав. Эти зайчики, они, во-первых, это какая была бумага, да, ну, не туалетная, но газетная, да. И они, конечно, смотрелись очень несерьезно. Программа экономической интеграции двух стран изначально была заложена еще в договоре о союзном государстве России и Белоруссии от 8 декабря 1999 года. Активное обсуждение этой темы началось заново в марте прошлого года, через 10 лет. А РБК писал, что в ходе переговоров об интеграции Россия предложила Белоруссии создать 12 наднациональных органов. А это все деньги налогоплательщиков, народа Белоруссии. А Россия любит над-над-над-над национальные всякие над-структуры, которые бы кормились за счет народа. Клопов родить заново. По данным источников, в их число вошли в миссионный центр, предполагающий введение единой валюты, единый регулятор в сфере нефти и газа, промышленности и другие. Собеседники отмечали, что в так называемой 31-й дорожной карте речь идет о разработке совместной стратегии и сфере обороны. Ну а дальше распоряжение правительства, подписанное Мишустиным о том, что Россия в рамках мер по борьбе с COVID-19 ведет ограничения на движение через пограничные пункты пропуска с Белоруссией. Это чтобы россияне не двинулись через Белоруссию, друзья. Это для этого вводится, потому что для россиян это была единственная возможность через Белоруссию рвануть за границу. Поэтому и вводится контрольный пункт. Было опубликовано это 28 марта. В документе были предусмотрены исключения для российских дипломатов, сотрудников представительства России, при международных организациях работников постоянного комитета, занятых в сфере автомобильного, речного, железнодорожного сообщения. Что бы мне хотелось в этом случае вам рассказать, друзья, о том, что, возможно, ожидает Белоруссия. Это мое предположение. Я не могу вам сказать, что я располагаю какими-то информационными данными. Это только мое личное мнение, мнение Тани Карацуба Сиитбурхан. А мнение мое о том, что через некоторое время, а это может быть какое-то, какое-то совсем небольшое время, границам с Белоруссией стянутся войска. Войска для чего? Сейчас я вам расскажу. А 9 мая сначала, предварительно, то есть до этого ничего не произойдет. А 9 мая президента Белоруссии вызовут в Москву для парада. Но надо сказать, что Россия спотыкается постоянно, Кремль, вернее, о президента Белоруссии. Президент Белоруссии боится и опасается за свою безопасность. И поэтому по приглашению 9 мая я бы не советовала президенту Белоруссии ехать в Москву. Потому что это может быть, друзья, такой же новичок. Снова новичок. А кто за него отвечает? Ведь дело не в том, что кто ответит. Вопрос замылится и замоется. Неизвестно, где заразится Александр Лукашенко. Этот новичок он мог подхватить где угодно. А потом это нужно будет доказывать, что это новичок. Во всяком случае, это фигура, о которую начали спотыкаться в Кремле. Это неудобная фигура, которую нежелательно бы сохранять на посту в белорусском правительстве. То есть возглавляющем Белоруссию. Поэтому не смогли они договориться, Кремль и Белоруссия ни о чем. А договаривались они о госсовете, об объединении с тем, чтобы батьку подчинить Путину. А Путин бы возглавил госсовет. Но, как вы знаете, батька отказался, а Путин, соответственно, не может возглавить никакой госсовет. И тогда возникла срочная необходимость обнулиться. Вот и обнулила Керешкова Путина. А причиной к этому батька Лукашенко... Вы понимаете, как разозлились в Кремле? Я думаю, что в Кремле разозлились очень сильно по этому поводу, что им пришлось глупейшее решение принимать на ходу и очень быстро. Правда, многие еще думают, что это связано с ГАГой. Возможно, конечно, но как-то вот не очень мне верится про ГАГу. Коронавирус закончится. Психоз этот закончится. Месяц-два, а экономика рухнула в мире. А предприятия не работают. Нам хватает не только завезенного коронавируса, но и экономических проблем нам достаточно. Нам их подкинут извне. Так зачем нам усугублять внутри страны и создавать лишние проблемы? Нам надо это пережить достойно, потому что у нас нет трубы и мы не печатаем доллары. Что же касается Белоруссии, друзья, я бы не советовала, еще раз повторяю, батьке Лукашенко лететь в Москву на парад. В любой другой даже день. Пусть это будет 8 мая или еще какое мая, не лететь. Новичок, новичок, я думаю, будет распыляться вокруг него. Что же касается вообще Белоруссии и как таковой, то мне здесь что-то вот кажется, понимаете, это действительно может быть только такая, знаете, легкая аналитика, которую я могла провести, что Россия может запросто объявить, что в Белоруссии какая-то там пандемия возникла и довольно сильная, но это будет, друзья, не сейчас, это будет уже после 9 мая, это будет, может быть, июнь, когда вот предполагается пик той самой болезни, о которой говорит Собянин, о пик болезни. Если он сейчас еще в апреле не пик будет, то значит пик будет когда, друзья? Вероятно, в июле или в июне может быть пик. И тогда, если они вдруг объявят, что в Белоруссии тоже пик пандемии, то для поддержки Белоруссии, для благосостояния народа Белоруссии, Россия может ввести войска в Белоруссию. Конечно, им бы хорошо, чтобы батьки Лукашенко не было на тот момент, но если будет даже батька Лукашенко, они все равно постараются это сделать. Мне могут возразить, батька Лукашенко поддерживает сейчас Трамп, а Трамп кем поддерживается? Штаны Трампа кем поддерживаются? Путиным. Поэтому даже если Трамп дал сто обещаний батьке Лукашенко поддержать его, то есть не дать его ни отравить, ни убить, ни ДТП устроить, это ничего не значит, потому что Трамп, он как бы зависит сам в своих деньгах, в огромных деньгах, которыми его подпирают Россия, Путин и его команда Озеро, Зеро, Озеро, Зеро, Озеро. Вот такая у нас с вами ситуация, которая в принципе может привести к военному столкновению на границе. Но опять-таки повторяю, все это будет в рамках санитарно-эпидемиологических норм, где Россия будет выступать благодетелем, спасителем белорусов от той самой пандемии, которая рисуется сегодня Россией. Белоруссия не хочет ее признавать, так же, как и некоторые другие страны. Поэтому батьке Лукашенко сейчас придется очень сложно и трудно. Ему буквально нужно ходить и оглядываться. Хоть он и почистил ряды вокруг себя, в своем окружении, это не значит, что он остался неуязвим. И он это хорошо знает. А уязвимость его в том, что когда-то в свое время он близко допустил КГБшные структуры к себе. Близко, так близко, что в принципе они руководили им, то есть давали ему большие советы, а они руководились из Кремля, из ГРУ России. Здесь все настолько взаимосвязано, и сейчас батька может не выяснить, где из них кто. А потом, если Россия отвалит, скажем, 50 миллионов долларов за отравление Лукашенко, то я думаю, это вполне возможно. Такая цифра, если будет стоять крупная цифра, ну, может быть, кто-то согласится и на пару миллионов, но не прогадайте, не прогадайте чиновники Белоруссии, потому что Кремль реально недоволен Лукашенко, и Кремль, конечно, отдаст любые деньги. Я так думаю. Опять-таки, друзья, это мое личное мнение, которое может быть совершенно необоснованно и звучит нелепо для вас. Я ни в чем не убеждаю вас, ни на чем не настаиваю. Я лишь высказала свое мнение о том, что батька Лукашенко на празднике 8-9 мая может быть отравлен или еще что-то с ним может случиться. И также на Белоруссии может произойти нападение под предлогом пандемии, под предлогом того, что нужно будет защищать белорусов от вируса. И поэтому Россия пойдет туда не в виде уже зеленых человечков, а в виде БМП бороться с вирусом. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Вопрос не простой, друзья, а довольно-таки серьезный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова